Вот все-таки это язык, это больная тема для дедойцев получается, потому что у нас сейчас глобализация и каток глобализации в первую очередь тяжелым своим этим массой продавливает вас как об асфальт, да, втаптывает вас в землю, глобализация, и вы первые жертвы, малочисленные народы в первую очередь стоят на, как сказать, исчезновении. Вот мы продолжаем разговор, третья часть нашего интервью с Мухаммад Расулом Асхабовым, он является президентом национально-культурной автономии дедойцы, а также он председатель ассамблеи коренных малочисленных народов Дагестана. Это вот уже в названии, даже уже тревога звучит, малочисленные народы и коренные. Человек коренной и при этом малочисленный. Это как, знаете, здесь живет, он не где-то там живет в другой стране среди другого народа, а он живет на своей родной земле и он уже малочисленный при этом. Все-таки какие причины, на ваш взгляд, что ведет, в первую очередь, чем объясняется вот это уменьшение числа их все-таки в последнее время, на ваш взгляд? Ну, я понимаю, вот, вот правильно говорю, в первую очередь, ассимиляция. Вот я вот анализирую, я же во всех регионах тоже бываю в России, вот, например, даже вот Оренбург, ваша родина, да? Да, да, родина моя. Без мой родственник там, без мой родственник там, в Оренбурге даже, если взят, и вот эти ни один не знает родной язык, и все уже, они ассимилируются, я считаю, эти уже, ну, я сто процентов знаю, что они никогда не придут на родину, и я уверен, что они не представляются дедойцами, да? И таких случаев очень много. У вас взят то же самое Грузии тоже ассимилировано, Азербайджане произошло, вот реально, который мы вот искренней территории, где есть наша дедойская территория, там только мы сохранились, как дедойцы. Ариасы, что ли? Да, Ариасы. Ариасы, мы ассимилируемся, уже не называемся уже дедойцами. Потому что, ну, вы же правильно говорите, вот вы глобализации, там развитие, я думаю, человек, который вырос в другой среде, он думает, а зачем это мне? Да, о куске хлеба думает иногда, такие недалекие люди. Да, он уже не вырос, я же сразу обозначил, в первую очередь, вот эта среда, когда ты среду свою это бросаешь, это бьет именно по менталитету. Да. Когда менталитет уже человек, он совершенно на другом уровне мыслит, он думает, а зачем это язык? Что он мне дает? Вот куда с татарами говорят, а всякие трамы, это те деньги приносят, мне всегда задевает эта фраза, оказывается, человек живет ради денег, ради еды и одежды. Именно это мы слышим. А духовные потребности, это так, это баловство одно, блин. Именно это мы слышим, где вот как раз таки живут много народа, там, и вот человек на осушенном хлебе думает. Ага. А вот когда компактно живут в горах, вот они, вот с детства, вот мы же знаем, это для горца превышилось все, чтобы свобода была. Да, да. Ну, горец не зря кинжал, он свободу готов защитить, да. Вот поэтому вот мы сейчас, некоторые люди наши, свободу поменяли и вместе... И неравноценный обмен получился. На благо цивилизации. На благо цивилизации он пошел, я могу сказать, с договором с дьяволом там. А, да, 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 да. Контракт с дьяволом, да. Все, что есть, свое касается, вот, конечно, когда я вижу... Духовное все, духовное богатство он отдает взамен вот именно вот этим низменным, там, примитивным потребностям. А еде, одежде, бытовых условиях... Религия уже не сохраняется, вот я же вижу, которые, они же и религию поменяли многие, там. Ну, я имею в виду, что не то, что религию поменяли, просто они в атеизме. Они говорят, да, они мусульмане, там, ну, при этом мусульманского же нету ничего. Это же тоже потеря, да, это очень большая потеря, конечно. Это человек разумный только поймет. Когда уже молятся они деньгам, люди, они уже перестают молиться вот именно таким вечным ценностям, они, да, ценить эти вечные ценности. Благо сейчас мир материализации, вот многие материализуют. Вот меняли вот ценности, вот они думают, вот, деньги там или что-то ценнее, чем реально... Самые большие ценности, они бесценны. Они не стоят чего-то денег, там, не стоят чего-то, поэтому... Вот надо все-таки у меня договорить еще, выйти и договорить. Я сейчас на паузу поставлю. Хорошо. Продолжим. Значит, мы говорили о том, что люди, вот, духовные ценности, которые веками, они на, так сказать... Впитаны с молоком матери. С молоком матери, он сейчас их меняет на какие-то бытовые, какие-то примитивные, побуждаемые инстинктом человек. Ну, инстинкт какой? Поспать, покушать. Он на это все меняет, да, без озрения совести, не оглядываясь, вот, на, скажем, заветы предков, на традиции. Ну, вот это заветы предков тоже, вот, когда ты не на родине, да, когда не в своей среде, а ты это не слышишь просто-напросто. Понимаешь, вот, я же очень много вот анализирую именно психологию. Вот общаюсь же со своими соплеменниками, так называемыми, которые, они же некоторые считают себя дедойцами, да, вот, которые, да, пари до времени, да, вот. Ну, а потом она тоже теряется уже, вот, некоторые вот так дико смотрят, некоторые, конечно, как это переводит в ранг, что-то экзотического, там, что он там представитель, какого-то народа, он для него всего лишь экзотика это тоже. Да, да. А вот, вы же знаете, вот эта менталитет, только вот, среда обитания, где ты живешь, она тебя впитывает. Да, 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 да. Ты пропитываешься, с кем поведешься, то он наберешься. Да, с кем поведешься, то он наберешься. Если мне дедойцами жить лет 10, я наполовину дедойцам стану, духом их заряжусь просто. Естественно, это вот мы, это, я вижу даже представители других народов тоже, которые, да, часто с Дагестанью, вот, Дагестанцы с себя, например, я в армии, там, с русским служили, они же себя не ассоциировали, там, вот, не русские, там, они ассоциируют себя с Дагестанцем, потому что у них дух дагестанского народа впитывается. Вот тоже самое Дагестанцы, которые в других регионах, они же себя уже, дух-то дагестанского нет у них, это как бы, что бы ни говори, это совершенно другие люди. Мы же это видим, все это Настоящий Дагестанец, это кинжал за поясом Я уж теперь серьезно хочу сказать Многие у вас там Аксакалы с кинжалами ходят там в ауле Или уже это все теперь Раньше там опасно было, соседний аул Чужой народ мог напасть Ну по бытовым там каким-то проблемам Или причинам А сейчас кинжалы или только по праздникам носят Анализируешь, когда это вот даже кинжал Это реально кинжал Папаха была в Чесгорце Она не только кинжал Кинжал, когда ты вооружен Любой человек знал за малейшее оскорбление Раньше можно было получить кинжалом И поэтому ни один человек Оскорбление Бранных слов почему не было Потому что выразился Кинжалом получил И все попробуем все говорили Вот так у нас Вы хотите в России на рост извести А не через день многих не станет Если они забраны словно Это вот вы правильно говорите У нас там мат перемат Он не может общаться без мата Я попал в армию как раз В среде где больше выражается Ну вот Мои сосудистые десантники не даст А врат Многие даже передо мной Не выражались даже Вот я первоначально так поставил всем Я говорю у нас не приняты Чтобы я не услышал мат И многие там Даже блин говорили О, а я же блин говорю Я же не матерился Ну вот Для меня конечно Это вообще дико было Когда вот Люди вот общаются Друзья, товарищи Вроде бы сосудистые Это тоже как братская семья получается И там выражаются Я говорю Как мы братья Мне там Я говорю Ты не можешь с братом Когда ты выражаешься Матерщиной Разговариваешь Или с другим Там С твоего же круга У нас должно быть здесь братство Если братство Братство соблюдается Все правила Приличия Да Это неприлично Если бы неприлично было Мы бы не назвали Неприличные слова Да Я так объяснял И многие перестали материться А потом Сам походу Уже потихоньку Начал материться А вы же в новой среде оказались Да И мне сами уже Сосудисты делали замечания Ты что Магомед Как ты мог Ты же еще такое святое имя Носишь в Магомед Материшься Ну реально В любом случае Меняется Это не Хотя кто-то говорит Что Я не поменяюсь Это невозможно Это среда В любом случае Я тебя делаю среда Нисколько там Твои там Генетические эти Может где-то остается На памяти Вот Как память генов Это очень сильная Да Ну Сама вот Среда Человека Сидел Вот Сейчас как там Лежат там дома На диванах Вот такого тоже не было Он все время сидит А ему располагайся Ложись там Вот Ну где там А вдруг там Ахи называется У нас Да Тревога А вдруг Какой-то Надо будет Там А что Я что Ставим что Его надо На границу Переселить Как раз Скачил и побежал Готовы Мы не жили на границе А на границе Жили Вот оттуда Наверное У нас на тот момент Еще считаю Все границы Были Да И яблоки Ну говори Пожалуйста Какие яблоки Обратите внимание Там Ужас крупные Какие Да Сама вот Я даже вот смотрю Вот на дедушку На меня На моих детей Да Вот это Поколение Преемственность Поколений Да Вот как Такого Уже Даже нарушена Среда Вот Потому что Я сам живу Уже На равнине Уже Приходится Вот Если вдруг Вы приедете Ко мне В гости Увидите Что я одет Костюм 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 Сижу Скажу А что ты Дома Тоже Такой Магомед Напряженный Сидишь Он скажет Ждал гостей По этому Костюм Костюм Ну Так Выдишь Не получается Это Все Влияет В любом Случай Яблоки Крупные Я вообще Просто Быстро Ехали Не успел Зафиксировать Мужчины Такие Яблоки Крупные Ну Да Отсюда Очень Любят Яблок Здесь Сажают Дагестан Привозят Отсюда Яблок Хотя У нас Тоже Так Сказать Есть Климатические Условия Самим Посадить Растут Она Здесь Видишь На промышленном Масштабе Поставлен Здесь Кабарди Балгарии Посадка Яблок Вроде В последнее Время У нас Тоже Взяли За Огородничество Хотя Вот Например Для нас Горцы Всегда Было Это Животноводство И Сельское Хозяйство Это Была Традиционная Форма Наших Хозяйств Ну Современные Государства Учитывая Что На границе Оказались Буферная Зона Сделала Границы Многие Наши Традиционные Формы Хозяйств Рушатся Потому Что Получается Где Мы Скот Гоняли Где Мы Дрова Рубим Лес Там Которые До сих Пор Дровами Топим Печку Уже Нет У нас Доступ Это Уже Территория Военник Поэтому Нарушается Даже Там Традиционная Форма Хозяйств И Раньше У нас Скот Всегда Гоняли В Грузию Алзайской Долине А нам Сейчас Отсюда Получается От Ногайской Степи К Перед ним Уважительно Очень Оказывается Вы На их степи Скот Гоняете Вон Чем Делать Поэтому Мы Дружим Дружим Я Когда Ты Сказал На границе С Грузией Азербайджаном Я По старинке Привык Распринимать Как Между Союзными Республиками Я Забыл Что Это Как Суверенное Государство Теперь Надо Их Это Правила Поменялись Вы Не Можете Скот Туда Загнать Ну да Поэтому Раньше Вот Мы Документально Видим Это Все В принципе Что Мы Всегда Скот Гоняли Грузию А там За один День Можно Туда И Подняться В горе Всегда Форма Традиционного Хозяйства Такая А Сейчас Учитывая Что Очень Далеко В принципе Это Научно Доказано 25% Мяса Теряется Даже При Перегоне А Да А сейчас Даже Тропы Перегоны Эти Все Распроданы Сейчас Еще Хуже Хуже Становится Потому Что На этих Тропах Где Гоняли Делают Уже Хозяйственные Стройки Села Дома Там И Это Создает Обратно Тяжелые Условия Традиционно Хозяйственному Укладу Горчик А Мы Всегда Туда Гоняли И Сюда Перегонали Даже Один Из Пунктов Когда Мы Не Совершали Набеги В Грузию Российское Правительство Предъявило Что Нам Запрещали Спускаться Зимой Зимой В Алзанские Долины Из-за Приходилось Пойти Сговор С государством Анализируя Когда Вот Это Старые Документы Сейчас Тяжело Старые Сейчас 25% Почитают 25% Весной Теряется 25% Осень Теряется Перегонки Перегон Потому что Физический Труд Для них Для скота И 30 дней Практически Вот Я сам Участвовал 16-летним Вот Баберц Район Шави До Цунта С Представкой Ревизионной Комиссии Тогда Был Отец Вот Люди Не ходили Чабановат Как-то Считали Уже Зазорным Там Отец Отправил Как пример Меня Вот Я Своего 16-летнего Сына Отправляю И Вот Тягости Дорожные Я сам Перенес Я сам Прошел Это Почти 24 дня Пешком Мы Прошли Ага Че вот Если получится Еще Сколько Ехать Нам Времени Я Водитель Уже Доехали Мы Что-ли Тогда Ты На На Родном Языке Обращение К своим Семья Скажи Салам Алейкум Бигутан Бигутан Что вы сказали? Я говорю Вот Как Заветы Предков Наши Которые Нам Дали Впитали В нас Сохраните Сохраните Свои традиции Обычаи Крепкий Имам Религиозный Да Будьте Братцы Единственные Говорю Я Желаю Чтобы Мы Все Братья Сейчас Мы Живем Братской Стране Единым Вот Вчера Был День Единый Народов Да Не на Словах Чтобы Она Была Вот Как Реально 1741 Году Это Реально Антодедовское Общество Индии Собрались И призыв Ко всем Народам Дагестана Именно Кореннее Малочисленные Народы Были Хотя Я Смотрю Историю Искажают Некоторые Историки Там Ведут Как Откуда Было А Реально Документально Мы Знаем Как Услышали Заветы Предков Это Было Индии Чумадинском Районе Собрались Наши Общины Малочисленные Народы Именно Горские И Призыв Делали К Большим Народам Что Мы Должны Объединиться Одним Кулаком Врага Скинуть Со своей Территории И Вот Мы Добились Этим Вот Я Желаю Чтобы Все Народы В России Тоже Все Народы Дагестана Объединились Вот Соблюдали Правила Братства Единение Да Мы Чтобы Не были На словах Да А Чтобы Мы На самом Деле Были Братьями А Вы Знаете Мы Можем Братьями Быть Только Тогда Когда Мы Соблюдаем Права Брата Тогда Мы Не Ущемляем Как Свои Права Как Себя Любить Мы Должны Любить И Своего Брата Тоже Вот Только Тогда Будет Победа За нами Когда Мы Научимся Соблюдать Правила Братства Правила Единства Салам Алиху 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 А как Это будет Спасибо По-дедойски Спасибо Обычному Сейчас У нас На арабском Баракаллах А Баракаллах Баракаллах Все Рахмат